Свято-Успенская Святогорская Лавра В память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году В Свято-Успенской Святогорской Лавре этот день почитается как один из престольных праздников В селе Никольское силами Святогорской обители в здании бывшей сельской школы устроен храм в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 6 июля, как и в остальные дни чествования этого образа Божией Матери В Свято-Владимирском храме всегда совершаются торжественные богослужения, посвященные престольному празднику Еще за 700 лет до самого евангельского события о нем было предвозвещено пророком Исаией Глаз вопиющего в пустыне «Приготовьте путь к Господу» Так ветхозаветный пророк предсказал рождение в мир пророка новозаветного, предтечи и крестителя Господня Иоанна Сам Господь прославил своего предтечу, сказав о нем, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя Для Свято-Успенской Святогорской лавры пятница 7 июля – день престольного праздника Один из древних пещерных храмов обители освящен в честь Рождества Иоанна Предтечи В субботу 8 июля в Святых горах молитвенно празднуют День памяти преподобного Киприана, духовника Свято-Успенской Святогорской пустыни Его современник Андрей Федорович Ковалевский так писал о нем Старец-духовник иеромонах Киприан отличался при опытности своей духовной редкой добротой Он был именно земной ангел, а не человек в этом отношении Никакая злоба или обида не могли возмутить его Все терпел и сносил он любвеобильно И в таком же духе кротости и миролюбия руководил он исповедовавшуюся у него святогорскую братью От настоятеля до последнего послушника Также 8 июля Святая Церковь празднует День памяти преподобных Петра и Февронии Муромских Издавна почитавшихся на Святой Руси покровителями семейного очага любви и верности В воскресенье 9 июля Святая Православная Церковь установила общецерковное празднование В честь Тихвинского образа Божией Матери Святыни Земли Русской, издревле почитаемой, прославленной многими чудотворениями И помощью в одолении врагом, предстательством Богородицы Тихвинская икона Божией Матери по преданию была написана святым апостолом и евангелистом Лукой В V веке ее из Иерусалима перенесли в Константинополь, где был специально для этого построен Влахирнский храм В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, эта святая икона неожиданно для всех исчезла из храма И явилась над водами Ладожского озера в чудном сиянии Затем, таинственно переходя с места на место по воздуху, она начала свое путешествие по Святой Руси В землях которой пребывала до 1944 года, когда ее вывезли за границу В 2004 году Тихвинская икона Пресвятой Богородицы была возвращена в землю русскую И вернулась в воссоздаваемый Тихвинский монастырь Следите за новостями Свято-Успенской-Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова